Микс Ньюс Это Радио Болтком, добрый день, уважаемые слушатели, Олег Пек в студии и со мной морской геолог, ученый, журналист Константин Рангс, добрый день. Добрый день, добрый день. И говорить мы сегодня будем об экологии и действительно по всему миру происходит в последние несколько дней какое-то сумасшествие, движение экологически народного неповиновения, восстание вымирающих, подхватили идеи Гретту Тунберг. Хотя вот 27 лет назад уже была предшественница у нее Цеверна Судзуки, которая ведь тоже выступала и перед членами Генеральной Ассамблеи ООН, тогда это был саммит земли в Рио-де-Жанейро, и шестиминутная речь у девочки вроде бы тоже взволновала, всех сейчас вспоминают, даже публикуют видео и говорят, ну что же, вот тогда все ушло как бы в песок, весь пыл, хотя там и Альберт Гор там проследил, Зилл с этом жал ей руку. Вот не будет ли точно так же такая же судьба у Греты Тунберг? То есть, ну все поговорят, пошумят и снова успокоятся на следующие 27 лет. Ну, начнем с того, что история с той предшественницей Греты, да, Северн, она не ушла в песок. Дело все в том, что Северн боялась и говорила об опасности озоновых дыр. Она говорила, что она боится выходить просто под открытое солнце и боится, что вот у нее кожа сгорит, там рак будет, все. И в этом был главный смысл. Я прошу прощения, мы отказались от этих фреонов. Сейчас у нас холодильное оборудование, кондиционеры и прочее работают на других химических веществах. Все пришлось поменять. Обвиняют, что это все было инспирировано компаниями-производителями новых вот этих самых фреонов, холодильников. Но факт фактом борьба была, она прошла, можно сказать, успешно, мы поменяли технику, а озоновые дыры, по счастью, вот они весь мир не захватили, но они чуть появляются, исчезают. В общем, можно сказать, что все закончилось очень даже неплохо. Но получается, что озоновые дыры, которыми пугали людей, как будто бы оказалось, что пугаться особенно и нечего. Нет ли, опять-таки, опасности того, что Грету Тунберг использует точно так же в темную какие-то очередные силы, которые собираются нам впарить, условно говоря, какие-то новые холодильники? Но надо сказать, что Грета, она вообще не первая. И надо заметить, что просто-напросто появление этой девочки, достаточно экзальтированной такой, оно просто, ну-ка, скажем, совпало по времени. Ведь даже вот это восстание выживших, оно же началось не сегодня. Этому движению уже больше года, по-моему, а вообще зачатки были еще раньше. Дело все в том, что в нашем, в Восточной Европе, в России, в обществе, которое еще, грубо говоря, не получило наслаждения от потребления, трудно себе представить, что люди в развитом обществе могут сказать, а я не хочу пользоваться новой техникой. Я ее отдам в мастерскую, ее починят, и пусть у меня будут, я заштопаю свою куртку. Зачем покупать новое? То есть, трудно себе представить, у человека деньги есть, а он ничего классного не покупает. Но дело все в том, что вот это движение, называется оно право на ремонт, оно появилось в таких богатых местах, как Калифорния, как Британия, Лондон. То есть, условно говоря, богатые в какой-то момент задумались над тем, что, собственно говоря, само по себе это вот потребление уже потеряло удовольствие, перестало давать удовольствие, как те шарики, не радуют. Вот, и они стали искать что-то другое. Ну, как можно объяснить, например, появление в Финляндии магазина, где продают просроченные пищевые продукты? Но кто там покупает? Там не нищие покупают, не бедные. Бедные как раз стараются купить свежее, ну, пусть попроще. Там в том числе покупают золотая молодежь, потому что это стильно, это модно. И вопрос, когда появится Грета, когда появится вот этот вот самый голос, глаз, истинно молоделец, молодец, да, пророчица в данном случае, это был вопрос времени. Ведь парадокс. Люди пишут, ученые, отчеты, ведь каждый может ознакомиться с этими и узнать, почему, например, считают, что именно от сжигания нефти, газа, угля, меняется содержание углекислого газа в атмосфере. Ведь это же все можно найти, почитать и вступить, так скажем, в научную дискуссию. Но на поле научной дискуссии общественность, извините, не способна ничего сказать. А вот именно на поле вот такого, так скажем, эмоционального взрыва тут, само собой, начинается хайп. Одни, что называется, поддерживают Грету, готовые ее в рамочку внести, да, вот. А другие, вот как в Риме, там, вешают на мосту, там, да, вот. Протест против протеста, да. То есть, получается хайп, но вокруг вот этого хая появляется интерес пресса, политики. Они не начинают все-таки выяснять, а что же у нас происходит. И вот тут уже, как бы, цель достигнута. У нас есть звонок. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста. Вы в эфире. Добрый день. Уже у вас хороший такой цикл пошел, передача, посвященная экологии знаменательно. Но, с другой стороны, все-таки, поддерживаю, вот сейчас прозвучала мысль, там, направо на ремонт. Немножко не право на ремонт. На идее, мы производятся такие товары, которые сокращены срок службы. И, соответственно, мощности производственные растут. Главное – сбыт. Главное – найти покупателя. Главное – его рекламой заставить купить что-то новое. В итоге мы сами же способствуем это преувеличению производства. У нас все остальное засорение экологии плохой, а ресурс товара плохой. Просто пример. Такая была соковыжималка, жировинка. 45 лет. Какой ремонт? Вы что? А берем теперешние соковыжималки, где основные некоторые узлы, пластмассовые, которые несут нагрузку, они ломаются. В ремонт отверстия изменяют просто этот узел, и опять ломается. И производство не заинтересовано в товарах длительное использование, которые функционально не меняются, и технически не меняются. Шейные машинки 25 лет назад выпускались точно такие же, как сейчас. Кроме электронного управления. Смысл, основа одна и та же. Нет, нам пинтюрию заставляют взять. А я считаю, что это тоже оказывает активно лишняя лампочка. Пускай ресурс в 10 раз больше был. Ну, 2 хотя бы. Так извините меня, нет. Ресурс даже как бы... Ну, это уже может быть домыслы, что там в 20-х годах решили сократить. Сговор был ресурс лампочек накаливания. Чтобы покупали, чаще меняли, больше покупали бы, чтобы разлом производства и прибыль была бы. Это может быть домыслом. Мне кажется, что-то в этом есть. Спасибо. Я как раз не очень ясно выразился. Движение права на ремонт, right to repair, оно как раз и выступает против таких вот одноразовых вещей. Они выступают за то, чтобы вещи можно было ремонтировать, обслуживать. С их точки зрения, вот этот планшет, в который нельзя разобрать, чтобы поменять батарею аккумуляторную, это вообще преступление против экологии. Ведь когда батарея закончит свою работу, ну, проще его выбросить и купить новый. То же самое с мобильными телефонами. Вот это очень распространено. Они считают, что, как раз заметил наш слушатель, что это, конечно, специально делаются замены важных узлов на те, которые имеют ограниченный срок службы, чтобы стимулировать сбыт. Но дело всё в том, что экономисты объясняют, что именно вот эта вот, так скажем, одноразовость, она способствует экономической занятости населения. Если вещи не будут ломаться, будут служить долго, если их не нужно делать новые, а нужно ремонтировать, производство станет экономически невыгодно. И таким образом прогресс остановится. Мы не сможем уже покупать телефоны, условно говоря, каждый год. Эти знаменитые презентации уйдут в прошлое. В лучшем случае раз через пять лет. Вы что, хотите пять лет пользоваться обшарпанным телефоном? Да, логика такая. Или ходите в пальто, как ваши бабушки, перелицовывать их. У нас раньше же были там, допустим, раз в год показы мод, а сейчас уже разговор идёт, вот как-то была беседа о том, что да хорошо бы поквартально. То есть, это проблема. С одной стороны, общество потребления, оно может существовать и развиваться только так, постоянно потребляя, а с другой стороны, возникает вопрос, а доколе, когда весь этот самый круговорот, это бешеное колесо остановится? И что мы тогда все будем делать? Вот у нас ещё один звонок. Да, здравствуйте. Добрый день. Компания «Мерседес» в 96-м году перешла от концепции перфектного качества к концепции достаточного качества. То есть, ну, ещё раз подтверждается, что немцы, которые свои машины эксплуатировали там 20 лет, без особых проблем, теперь этого делать не могут. Да, совершенно справедливо. И опять-таки понятно, ну вот кому, как рынку может помочь экономике человек? Ведь не случайно это шутка, почему велосипедист вреден? Он не покупает бензин, смазочные материалы, он не платит за парковку, ещё у него здоровье отменное, он лекарства не покупает. Да, и нейлоновые чулки тут можно вспомнить. Ведь действительно, когда их начали производить вначале, они были очень крепкими, и в какой-то момент спохватились, что рынок будет перенасыщен, и их перестанут покупать. И специально было дано задание химикам разработать такую формулу нейлона, чтобы они через какое-то время могли порваться. Ну, тут действительно много интересных вещей. Например, парадокс ведь ещё в чём заключается? Что как бы все понимают, что до бесконечности так жить нельзя. Но нужно что-то делать. Но что делать? И тут вдруг заявляют о том, что вся беда – это вот от этих полиэтиленовых пакетов, которые плавают в океане, микропластик, от этих там несколько, Франции, чуть ли не больше всей Европы, вот эти пятна в океане. Да, эти пятна есть. Всё, как говорится, понятно, что они существуют. Но дальше возникает вопрос. А этот пластик сам, что ли, из наших мусорных вёдер убежал в мировой океан? Или это мы его туда выкинули? Сначала финские, потом датские учёные, это солидные исследования, были проведены солиднейших исследованиями, французских центров, показали, что, например, если учитывать всю цепочку вот этих вот загрязнений, то, например, бумажный пакет в несколько сот раз наносит больший ущерб, чем один такой же полиэтиленовый, а холщовый там за 840 раз. Потому что, если вы делаете холст, то будьте любезны, посчитайте расход пресной воды на хлопок, который потрясающе, любит попить водички. Расходы топлива на производство, на сбор, на очистку, на транспортировку. Люди ведь тоже, которые работают там на этих хлопковых плантациях, должны есть, обогреваться. Вот как только вы всё это посчитаете, то получится, что такой холщовый натуральный мешочек вы должны использовать года два, не выбрасывая, чтобы сохранить вот этот экологический ущерб. Но вопрос-то заключается опять в том, что ведь про это же не говорят. Говорят о том, что полиэтиленовый мешок разлагается там 300 лет, а вот холщовый в земле компостируется за два года. Покупайте холщовые мешки. И вот тут уже возникает вопрос, простойте, но ведь это, по сути дела, лоббирование производства и продажи холщовых мешков. Но публика, она это не в состоянии все эти цепочки выстраивать, во всяком случае, потому что это долго, хлопотно, и нужно знания иметь. А хайп, он гораздо эффективнее. Да, здравствуйте, пожалуйста. Значит, смотрите про мешочки. Вы, наверное, про Латвию говорите. В Латвии вообще за что ни возьмутся, все через одно место. А у нас в Италии, например, пластиковые мешочки при попадании в ультрафиолет разлагаются в течение 72 часов, понимаете? То есть просто изменили состав пластика, и ты этот пластик так же выкидываешь, как выкидывал, но при попадании в ультрафиолет он просто испаряется. Вот совершенно верно. Это как раз вот тот подход, который финны с датчанами и говорили, о том, что либо... А Латвия, Латвия, давайте будем немножко патриотичные. У нас есть две свалки. Одна, которая принадлежит одному олигарху, и у него только корыстные цели. А вторая, которая находится в Марупе. Вы знаете, что там сделали? Сделали огромный ангар. Это у нас в Латвии, в Марупской свалке. И там большими буквами написано «Дайте вещи вторую жизнь». И человек может приехать на свалку, и те вещи сортируют, которые в хорошем состоянии, они лежат на полочках, и забрать эту величину символическую плату. И это не вот сейчас после какой-то Греты. Это уже третий год работает в Латвии. Представляете? Ну, вот это замечательно. Хорошо упомянули. Но вот опять же, да, получается, что вот такой интересный вообще по европейской тенденции «Дайте вещам вторую жизнь». Но откуда мы про это узнали? Мы-то это узнали по звонку радиослушателя в ходе программы, да? У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. По поводу экологии, ну, не надо здесь в случае никакую доказывать, что экология плохо. Сядьте на машину, заедите 20 километров за город, открывайте окна и почувствуйте, какая разница в воздухе. А по поводу ремонтно-пригодных продуктов, то есть изделий, будет такая же штука, как и с принтерами. Принтер стоит новый 40 евро, картридж кончается, его надо что сделать? Заменить. Новый картридж стоит почти 30 евро. И также сделать всю аппаратуру, все, если там будут блоки, которые будут меняться, да, как по директиве, по-моему, Евросоюзной, что должны быть в каком-то году ремонтируемые практически все вещи. Да, хорошо, купили телевизор, допустим, сломался блок питания или еще что-то, его можно поменять, или матрицу легко доставить, легко вставить, но телевизор будет стоить там 200-300 евро, но чтобы отремонтировать ее, будет стоить, ну, может быть, две трети от этого телевизора. Понятно, спасибо. Кстати, между прочим, это тоже не новая идея. Больше 150 лет тому назад известный торговец оружием Безил Захаров вообще дарил не пулеметы, а винтовки потенциальным покупателям или давал их за бесценок. Зато он наживался на патронах. Они подходили только к его... Ну, они подходили как раз к этим винтовкам, так что, собственно говоря, идея-то, она проверена. Вот я что хочу сказать, что идея с Гретой, несомненно, всегда появляются люди, особенно это, естественно, для молодежи, всегда, когда были какие-то революции, какие-то переломные моменты в истории, появлялись подростки, молодые люди, она не ребенок. Если, допустим, та же Жанна Дарк в ее возрасте уже пришла к королю говорить о том, что она призвана освободить Францию. Известен знаменитый барабанщик французский, мальчишка в 15 лет, гусар, который, по легенде, поднял команду ценой своей собственной жизни, когда подходили реалисты. Гаврош, собирательный образ. Я уж не говорю про Аркадия Гайдара и пресловутые 16 лет, когда он командовал батальоном и, кстати, расстрелами командовал. То есть, на самом деле, вполне это естественно для подростков, что они выступают, и они хотят революции, они хотят перемен. Это естественно. И совершенно естественно было, что если есть проблема, то рано или поздно появится такая Грета. Вот она появилась в Швеции. Швеция, вообще Скандинавия, это прекрасное место для экологических пророков. Ну, все знают, что она, Скандинавия, беспокоится, что там права, там детей. Вот, понимаете, в другой стране эту Грету бы выпорол бы отец, заперли бы дома, и никто бы про нее не услышал. Но в Швеции детей не порят, дома не запирают, насилие не оказывают, и уважение к мнению. И все. Бьерн Ульвиус тоже ее защитил. Да, вот. И к тому же, и к тому же, ее родители сами публичные люди, артисты, которые прекрасно понимают, что паблисити, знаменитость, это вещь, которую можно конвертировать во все, что угодно. И в деньги, и в счастливую жизнь, и много чего проросшего и полезного. Здравствуйте, Добрая. Здравствуйте. Я вот хотел все-таки понять суть о том, о чем вы говорите. Все-таки решение какое-то есть? Вот мы говорим, что да, делают товары, у которых ограниченный срок, что надо что-то менять. А вот конкретно какие-то предложения есть? Есть какое-то вообще решение этой вопроса? Ну, вы знаете, да, я понимаю вас. Давайте этого не будем выпускать, вот нас обманывают там, нам там и то, и другое. Есть общество потребления? Есть ли сейчас какой-то вообще выход из этой ситуации? Что нужно поменять? Что нужно изменить? Понятно. Понятно. Вот тут, понимаете, как раз вы задали самый важный вопрос. А вообще, как все это можно изменить? Как можно остановить? И сейчас никто не в состоянии ответить. По одной простой причине. Ответ, ну, как бы, который лежит на поверхности, это ограничить потребление. Условно говоря, гонка за роскошью, за новыми вещами, которые мы покупаем, она должна остановиться. Но дальше возникает сразу призрак плановой экономики. Плановая экономика, дальше сразу же переводят стрелки социализм, переводят стрелки большевизм, лагеря, гулаг, всё. Вот. И весь разговор на этом заканчивается. И вот это действительно очень сложная вещь. Потому что, когда говорят о том, что пытаются ввести какое-то ограничение разумное, да, контроль, ну, без этого никак. Есть контроль сразу, о, система большого брата, которую разрабатывают в Китае, да. Хотите вы этого? Нет, мы хотим свободы. Значит, вот ничего меняться не будет. То есть, условно говоря, всё упирается в одну простую вещь. Да. И об этом, кстати, говорит Гретта-то. Наше поколение и, может быть, ещё наши дети, те, которым сейчас, ну, до 20, они ещё этому, эту радость получат. А дальше будет плохо. Потому что, действительно, существуют проблемы, которые знают специалисты. Проблемы с полезными ископаемыми, проблемы развития заболеваний всевозможных. Ведь, да, действительно, глобальное потепление, оно есть. Но зачастую люди так как считают? Это что, они говорят, думают, в Латвии бананы расти будут? Да не будут. По одной простой причине, что следствие глобального потепления это в том числе и распространение вредителей и переносчиков заболеваний. И, кстати, между прочим, по-моему, на портале МИГЗов было. Да, было. Это про бегающих клещей, которые раньше жили на юге Европы, а теперь они стремительно двигаются на север, потому что нет морозных зим, они не вымерзают. То есть, есть проблемы, и этих проблем, они между собой взаимосвязаны. И пока всё это делали между собой, беседовали кулуарно учёные и так по стуку заходили к политикам, когда их принимали, то в этом случае, так скажем, никакого движения не происходило. Сейчас же, вот смысл, я так понимаю, что даже тех, кто поддерживает сейчас Грету и вообще всё это движение, что сейчас появляются, политики понимают, так, общественность этим взволнована, мне тоже надо что-то понять, так, позову-ка я этого доктора, там, метеоролога или что-то ещё, вы мне объясните, что происходит и за что я должен топить. Мне кажется, что хорошее во всей этой истории то, что люди наконец-то стали больше интересоваться тем, как они оказывают влияние на свой дом, на нашу планету. Она же маленькая. Я хочу одну фразу, цифру сказать. Разделите, у каждого есть калькулятор, разделите площадь обитаемой суши, вот суши, да, точнее, количество населения семь с половиной миллиардов на площадь суши. Обитаемой именно. Ну, не обитаемой, с Антарктидой даже. Ладно. Вообще суши, ну, в море выжить не можете, значит, суши. И обнаружится, что каждый человек будет на квадрате для до следующего человека будет чуть больше полутора сот метров. То есть, вся наша персональная планета это квадрат полторы сотни метров на полторы сотни метров с ледниками, с горами, с лесами. Все. А мы это еще загаживаем. Поэтому вот это вот ощущение, что Земля не такая большая, как нам по себе представляется. После нас хоть потоп, говорю. и вот тут как раз слова Греты, они как раз проясняются, что вот она вполне может дожить до конца века, с учетом шведского здравоохранения, да. И что она в старости увидит? Она в старости увидит то, что уже поменяется береговая линия Балтийского моря, появятся какие-то жуткие болезни, могут начаться войны, потому что в Центральной Африке, особенно на Ближнем Востоке, люди просто даже ночью не смогут отдохнуть от жары. И это же говорит не какая-то там экологически сумасшедшая организация, да, об этом же говорят вполне респектабельные научные заведения. Я хочу напомнить, что, например, вот Россия приняла, вот подписала, точнее, приняла закон о ратификации Парижского соглашения. Но за пару, тройку месяцев до этого на стол правительству лег семидесятистраничный доклад о состоянии климата России в 2018 году. Он не секретный, его можно найти в интернете. Да, правда, семь страниц формул и графиков, но если через них продраться, то становится понятно, что то, о чём говорили 15 лет назад, когда писали первые доклады, свершилось. Начались наводнения, которые приходят не в сезон. Обычно же наводнения, это же по весне тает снег. А тут вдруг неожиданно они появляются не в сезон. И это же не только наводнения, куча всевозможных природных проблем. И эти не только для России. И получается с другой стороны, что нужно, как отметил наш слушатель, что делать-то что-то нужно, но для того, чтобы что-то делать, нужно условно договориться и понять позиции, что мы можем сделать, что мы сделать реально не можем. То, что положительное, что вот это привнесла Грета, это то, что наконец-то это, что называется, стало запалом, об этом стали больше говорить. Конечно, сейчас, через какое-то время, что называется, хайп поутихнет, но через какое-то время опять что-нибудь случится, и тогда об этом начнут говорить еще более активно, и вполне возможно появится новый, паук. Новая Грета. На этом мы, наверное, сделаем такую многозначительную паузу, и всем нашим слушателям скажем, что программы об экологии, об изменении климата у нас будут постоянными, вы сможете тоже принимать в них участие. Большое спасибо поговорим, Константин Нуранцев, до новых встреч. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,